Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые подписчики! С вами у микрофона Коньков Никита, канал NK. И что ж, сегодня мы позаписываем Ice Combat Assault Horizon. Ну или я не знаю, может быть, Горизонт, может быть, Первая Аж не читается, но тем не менее, это Ice Combat. Кто его помнит из детства, он выходил эксклюзивом на PlayStation, только раньше он всегда был только на PlayStation. И именно эта часть, она вышла на PlayStation изначально, наверное, месяца 4, может быть, еще даже раньше. Вот, в нее все уже поиграли, но что я могу сказать, то что на компьютер Nanko Bandai, издатель, который был и сейчас является, выпустили, наконец-таки, на компьютер. Сейчас, секундочку, меня отвлекают. Все. Что могу сказать по этому поводу? То, что... Дима Бельский, наверняка вы его знаете, если кто... Ну, в общем, человек, с которым мы постоянно записываем видео. Очень хороший человек, подписывайтесь на его канал, у него также есть канал. Вот, сказал то, что в Ice Combat очень тяжело играть на клавиатуре и мыши, и, конечно же, нужен джойстик. Я с ним, в принципе, наверное, согласен преждевременно, потому что, ну, Ice Combat всегда был заточен под консоли, и никогда не был заточен под ПК. Ну, что ж, сейчас мы будем все равно играть на клавиатуре и мыши. Посмотрим, насколько у меня получится поиграть. И если понравится, мы его пройдем до конца. Вот, насчет Devil May Cry. Я тоже скачал его, тоже установил, но почему-то он у меня не запустился. Наверняка какой-то рип был нехороший. Сейчас я качаю другой рип с другого сайта. Я думаю, что в ближайшем времени, ну, там, час тридцать остается времени, даже, может, уже за час. То есть, в ближайшее время, после просмотра Ice Combat, Soul Horizon, первого такого летсплея-обзора, вы увидите, наконец-таки, Devil May Cry. Вот, Devil May Cry я никогда не был фанатом их, но, тем не менее, у него есть хорошие такие штуки, ради которых стоит поиграть и стоит посмотреть. Вот, япончина мне никогда не очень, не очень нравилась, никогда не нравилась. Вот, также вас ждет летсклей по... Ну, как это называется? Battlefield 3 по мультиплееру. Вот, я выложил на старый канал летсклей по Battlefield 3. Третьему такой пробный, пробный вариант, вы знаете. Ну, потому что вчера было очень поздно, и мне там постоянно убивали. Во-вторых, там карту куда-то непонятно. Вот, ну, в общем, тяжеловато бывает. И есть нелюбимые мной карты, есть любимые, есть, бывают. Я также все вам рассказывал, бывает вообще всех рубишь. Но, тем не менее, они будут выходить. Я буду клеить эти клеи. Вот, так что... Так что... Все нормально будет. Хорошо. Нажмите пробел. Что ж, давайте посмотрим, что же нам приготовили разработчики на South Horizon. Компания, да? Настройки, настройки. Давайте с этим настройки. Настройки графики. Боже мой. Узлы и футы. А, это из... Настройки графики, да. Яркость экрана. Вертикальная синхронизация. Полноэкранный режим. Сглаживание. Почему сглаживание у меня выключено? Представляете, да? Настройки графики, они заточены под консоль. Ну, вот только подумать об этом, да. Даже нет никаких PC-шных настроек графики. Так, вы хотите использовать разрешение? Так, не понял я. Еще раз. Еще раз пробуем. Да, да. Я хочу использовать это разрешение. Я думаю, что мой кон должен потянуть. Ice Combat. Хотя, может быть, японцы тут наворотили нереальные графики. Навряд ли. Так. Теперь. Настройки, настройки. Нет, звук-то, 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 звук-то. В общем, это слепой, слепой летсплей. Не забывайте, да? Я также первый раз запустил эту игру. Управление, настройки, титру. Слава Богу. Громкость музыки. Давайте сделаем поменьше. Вот так вот будет, я думаю, достаточно. Потому что, ну, в моих наушниках у нас слишком орет. Ну что ж, компания. Выберем самый низкий уровень сложности, потому что я считаю, что низкий уровень сложности помогает сублимироваться, отдалиться и от каких-то непонятных вообще вещей. Не заниматься задротством. А заниматься всем самым прекрасным, что есть в игре. Смотреть за графикой, наблюдать за всем прекрасным и просто наслаждаться игрой. Поэтому вот эти вот уровни, стандартный, элита, они вообще ни к чему. Начинаем на рядовом. Рекомендуется для игроков, которые хотят насладиться игрой. Вот видите, это вот действительно правда. Правда. Вот то, что я сказал, абсолютно правда разработчики пишут, они обычно пишут, знаете, там, рядовой, это для слабаков, это для тех, кто не умеет играть, кто зашел в игру первый раз. Все бред. Ну вот. Combat Assault Horizont без особых усилий. А зачем напрягаться? Ты же играешь, ты же расслабляешься, ты же получаешь удовольствие. Поэтому играем на простом уровне. Внимательно следите за маневрами вражеского истребителя, так вы сможете предсказывать его перемещение и легче удерживать в штурмовом прицеле. Хорошо, будем следить внимательно, тем не менее. Ух ты, сколько же раз я умирал во сне. Мэйджик, следующий в Майами неопознанный самолетчик с противником, разрешаю вам уничтожить цели. Это кошмар, мне никогда не забыть. Ух ты, это американский самолет, Фантом, насколько я не... ну, если я не ошибаюсь. Итак, мы начинаем свой геймплей. О, боже мой. Нас начинает обучать. Нажмите С, чтобы перейти в режим ближнего боя. Да, я уже чувствую всю сложность клавиатуры. Представляете, нажимать С, чтобы перейти в режим ближнего боя. Ладно, давайте сделаем это. И что дальше? И что дальше? О, боже мой. Вы слышите дыхание пилота? Я, например, это все ощущаю. А что дальше делать-то, а? Нужно захватить, что ли, его, а? Я даже не пойму, чем его управлять. Вот черт, а. Он сам, что ли, взорвался? Ворвес, полковник. Там, мы слышим, да, они переговариваются. Фюзеляж по стеклу, двигатели в порядке, но ручку слегка заедает. Нужно проверить все системы, прикрой сзади. Давайте, полковник. Поворот. Проверьте управление. Используйте поворот оправа. Вот так вот. Обалдеть. Обалдеть. Так, в принципе, пока что... Пока что все нормально. Нас обучают. Я начинаю привыкать. Нажмите, чтобы прибавить тягу. Да, конечно, на клавиатуре это практически нереально сделать. Торможение, эс. Обалдеть. Так, нажмите эс, чтобы сбросить скорость и повысить маневренность при повороте. Хорошо, сбросаем скорость. Ох ты, ни хрена себе. Ну, графика чуть, конечно, улучшилась, но это совсем на чуть-чуть, так же, как всегда. Как, в принципе, все симуляторы. Посмотрите, какая графика она... Это не графика, это какие-то такие, знаете, текстуры, фотографии сверху со спутника. Ну, тем не менее, симуляторы, они всегда были такими, воздушные. Так, выбор целей. Для переключения между целями и наведения используйте букву Е. Чтобы продолжить игру, нажмите интер. Так. О, боже мой, о, боже мой, о, боже мой. Куда мне, куда мне, куда. Это нереально. Без джойстика это нереально, я вам скажу, парень. Не, ну, конечно, я могу и на клавиатуре, но так я еще ни разу. Е, да? Хорошо, наведите на цель, не выпускайте противника из вида. И приближайтесь к нему, пока не загорится пиктограмма наведения. После этого вы сможете выпустить самонаводящиеся ракеты. Ух ты, чё-то он как-то непонятно. Ух ты, нифига себе, как он летает. Я, честно говоря, не успеваю. А! Черт бы его побрал. Я думал, сейчас я в воду упаду. Так, использование самонаводящихся ракет. Вероятность поразить цель возрастает, если ракета выпущена в хвост противнику. Даже с момента, когда вам будет виден хвост противника, после чего нажмите пробел, чтобы выпустить ракеты. Они что, не могли сделать более нормальное? Отлично. Еще раз. Готов. 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 И где же, мать их, Тайгер, пока их дождешься? Так, еще один, да, вроде бы. Да. Тяжеловато, тяжеловато. А из комбо-то играть? Давно так я. Готов. Две ракеты. Есть. Итак, истребитель противника зашел сзади и вступил в ближний бой. Если вы попадете в его штурмовой прицел, он выпустит в вас высокоточные самоневодящиеся ракеты. Ускоряйтесь при помощи W и маневрируйте, чтобы не попасть в штурмовой прицел. Ладно, ускоряемся, да? И начинаем маневрировать. Ух ты, твою-то дивизию. Дивизию. Вы это видели, а? Правляйте при помощи W при помощи попасть, чтобы не попасть в штурмовой прицел. Ну хорошо, мы ушли, ушли. Противник приближается на высокой скорости, мы уже потеряли два борта. Итак, пилот АСА. Нам разрешают вступить в ближний бой. Достаточно сложно сбить при помощи обычного оружия. А сблизьтесь с противником, войдите в режим воздушного приближения боя ВББ. Ну, воздушного приближения боя, аббревиатура. Все, в принципе, понятно. И уничтожьте цель при помощи высокоточных самоневодящихся ракет или пулемета. Давайте попробуем. Ух ты. Ух ты. Приближается ракета. Вы видели, да? Мне нужно уйти от нее. Довольно-таки... Нелегко это сделать, парни. А-а-а-а! Это легко! Черт бы его побрал, как он быстро летает, а! Ты какой, а, детка! Да. Да, пошел! Ну, и что, мы сбили его? Нет. Ни хрена себе он летает, я вам скажу. Так. Ладно, зайти противнику в хвост и сокращайте дистанцию. Да я-то пытаюсь зайти противнику в хвост и сократить дистанцию, но это нереально сложно. Обалдеть. Я с этим не думал, что мне так понравятся самолетные... Да уж. Вот черт! Так, значит, мигача... Нажмите С, чтобы войти в воздушный режим... В воздушный ближний бой. Не выпускайте врага из прицела. Фух! Давайте попробуем. да вообще нужно поймать я понимаю что вы мне говорите что мне нужно войти он ушел от меня похоже да так отрываемся от ракет вы видели как он летает это просто нереально потеряна связь а задание провалено я упал в воду так хорошо с места последней контрольные точки давайте начнем с места последней контрольные точки посмотрим так я уже в принципе понимаю того же самого мне нужно будет убрать блин так хорошо дальше нас опять получается нас обучают это в принципе это легко он что ушел еще две ракеты выпускаем готов так еще две ракеты готов это то же самое ох нихрена себе он по нам бьет так ушли от него ушли от него так хорошо реально сложно очень сложно играть в айс комбат на клавиатуре но я все равно пытаюсь пытаясь это сделать вот черт бы его побрал я даже не успеваю на 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 пошел 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 есть все обалдеть пошел это да 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 давай 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 смотрите он отстреливает с years покاس не прицела Покраснение прицела Вот он, вот она Когда прицел покраснеет, ракета будет готова к запуску Нужен пробел для запуска высокоточных Самонавидящихся ракет Ху-ху Да, детка Еще раз Готов Готов, вы это видели Я наконец-таки научился это делать Фух, спасибо, полковник Какие тут длинные миссии Готово Противник атакует Да Летим за ним Ах Давайте нормальный режим, а Боже мой, я из кабины включил Случайно Ха-ха-ха-ха Так, где, где С? Зараза, почему-то он не включился Как он уходит, а? С ума сойти, а? На самом деле Блин Тяжело, тяжело Парни, парни Это тяжело Он еще и в меня ракеты умудряется запускать Представляете, а? Какой умный интеллект Честно говоря, вообще его не вижу Вообще его не вижу Готов, да? Ну Ну С Хорошо, взяли его Так Так, пулемет обладает высокой скорострельностью Его огневая мощь зависит от расстояния до цели Нажмите контр Давай же Да Наконец-таки Мы это сделали Цели вошли в зону Майами-Бич Атаковать разрешено Хе-хе Это вообще Это эпик Посмотрите на те точки Нихилый штор Да я вижу Точки нормальные Хе-хе-хе Не, ну, блин, игрушка клевая Просто очень прибамбасная игрушка Так я еще не веселился Давным-давно И не разбинал пальцы Хе-хе Ты же так клавиатуре это сделал Сэр, отлично Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Так, выполнение контрманёвров ФБ. Попадать в... Так, попробуйте снизить скорость и подпустить противника поближе, стараясь не попадать в его штурмовой прицел. Как-то так, снизить скорость, стараясь не... После этого вы можете выполнить контрманёв, зайти противнику в хвост. Снижайте скорость. И... Ещё чуть-чуть не со... совмесь... После чего выровняете самолёт. Блин, это нереально. С, приближай... Нажмите С при повороте, чтобы выполнить контрманёвр. Хо-хо-хо! Мы это сделали! А, давай, пошёл! Есть! Супер! Чтобы выбрать особое оружие, нажмите Кью. Вы можете уничтожить несколько противников при помощи многоцелевых атак. Так. Считайте, что-то... Ох, нифига себе, вы это видели! Вы это видели, а? Да... Закрыли мы. Кью? Отличный пилотаж! Не, ну это реально отличный пилотаж. Выделите ракеты, а? Да, как он их выпустил, красиво. Боже мой, муфиг, гасит какое учение громадное. Громадное, громадное. Видео! Встрелится на токарде. Отд Если что в токарде... Готов Еще чуть-чуть Еще чуть-чуть Да Ну Ну еще чуть-чуть Какой-какой А шустрый, а Что это? Что это было? Что это было? Кого-то подорвали, да Готов Между прочим, это наш был МИГ Уходим, уходим, уходим Обалдеть Это тяжело Слушайте, это миссия, она гигантская, она громадная И они все еще переговариваются, я просто не успеваю следить за текстом Гоу лап Когда мы слишком близко приближаемся к земле Нас предупреждают Что нужно подняться выше Боже мой, а сколько у меня это? Сколько у меня запись, это продлится интересно Су-35 Мы за ним сейчас гонимся Ну вот, поймали А, С Аааа Не успел Постоянно нужно держать на клавише С Потому что иначе Не успели Да, здесь реальный пилотаж Реальные асы здесь играют На самом деле, круто У-ху Ааа Фу Чуть в землю не вписался Куда он полетел, а? Так, 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 так Так, 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 так Хорошо Боже мой, ну как же это тяжело его тут поймать, а? Ну? Ну? Акция, отлично! Да! Ха-ха, я сделаю это! Обалдеть! Что ж, хорошо! С, отлично! Хорошо! Ах! Ух, как тяжело! Готов! Готов! Вы это видели, а? Фух! Я думал, я сейчас, я не знаю, каким я чудом спасся, а! Так, что там еще? Еще, да? С, да? С, да? Хорошо, поймали его! Поймали его! А-а-а-а! А-а-а-а! Хорошо! Фантастика! Так, что у нас? А-а-а-а! Еще один Су-35! В принципе, я понял уже геймплей, но геймплей довольно-таки будет длинным. Я чувствую, уважаемые зрители! Надеюсь, что вам понравится, потому что стараюсь, играю первый раз и... И, честно говоря, поймать их на клавиатуре реально тяжело. Надо прям вот так предугадывать. Видите, да, у меня когда получается, когда нет... Где он там? Где он там? Ну, давай! Цен! Хорошо! Да! Ха-ха! Неужели он готов, а? Или нет? Или что случилось? Ну, похоже, что одного подорвали. Молодцы! Хорошо! Да! Готов! Еще! Есть! Борт подлетает на высокой скорости. Осторожней, Вервульф! Нужно сбитый плот. Пилот, пострадавший. Так. За пилот. Офига себе он летает. Это что за... Хорошо! Так, нажмите В, чтобы увеличить скорость и догнать противника. Сумасшедший какой-то противник. Да! Готов. Боже мой, сколько вы взорвали сегодня самолетов. Когда это вообще все закончится, парни, это бесконечно. Не, на самом деле, круто. Смотрите, мы летим на такой скорости. Так, хорошо. Поймали его, поймали. О-о-о. Ху-ху. Вы это видели? Он сбросил скорость и сделал маневр. Хе-хе-хе. Обалдеть, это круто. Давай, давай, давай. Есть. Сбил его. Сбил его, я это сделал. Ну что ж. Сколько у нас, интересно, остается? Интересно, сколько еще обучения, вот, идти, а? Очень интересно, потому что обучение прям, так я скажу, затянулось. Ну ладно. Нет, я наоборот, заново. Настолько, чтобы было. О-о-о-о. Отлично. Ушел, что ли? Он ушел? Ух ты, а. Меня поймали на мушку, увидели, а? Все, теперь я ушел. Отлично. Так, я научился, кажется. А, ракета приближается. Так, сколько там еще самолетов? Вот она. Су. Ух ты, бляхом. Как же близко от земли. Кажется, я ушел, да? А, по мне из пулемета стреляет. Как же здесь тяжело. Так, там летает. Летун, я видел. Еще одна. Там, похоже, их мало осталось. Вот она, да. Бляхом. Фух. Бляхом. Вы видели, как он заходит ко мне в хвост, начинает меня из пулемета. Ну. Ох. Чуть-чуть бы я его поймал. Чуть-чуть вот не хватило. Буквально каких-то доли секунд. Ну, ну. Да, да, поймали мы. Почему я его не поймал? Странно. Так, хорошо. Ну, поймали его. Да, дорогой. Есть. Фух. Один, минус один. Ну что ж, получается. Еще. Еще один. Еще один, да. Еще один. Еще один. Готов. Готов. Есть. Ну. Да, давай. Да. О. Есть. Это он. Ух ты, ух ты. Что это, что это? Что это было? Нас попали? Черт. Панель, движок сдох. Костя, за борт. Рви. Ну же, ты горишь. Ааа, давай, давай, давай. Ох, мы катапультировались. Нифига себе они тут напортачили, а. Обалдеть. Это сумасшествие. Вы видели? Видели, что здесь происходит? Клево. Клево. Это просто класс. Ох, нифига себе. Такого в дюйте, только в воздухе. И я вам... Честное слово, что это, что это было? Это ему снилось, видимо. Весь в поту, чувак. Конечно же, движок, как вы понимаете. Можем смотреть. А, японский, аус... А, айс комбатовский. Эй, полковник, проснулся. Да, я уже иду. Обалдеть. Вы это видели, да? Вертолеты летят. Шутер первый, я опачен. Эскадрилья «Номат», входим. Понял тебя, шутер. 6-2, поселение Восточная Африка. 21-е, 12-е, 2015-го года, 8 часов. Впереди серьезная заварушка. Готовьтесь, парни. Если внизу хоть кто-то пошевелится, огонь. Дадим повстанцам прикурить. Так, «Номат-6-1» берет цель на дороге, «Номат-6-2», прикрываясь фланга. Хорошо, для протокола действуем в рамках эволюции ООН, 21-56. Любой противник в зоне контакта может быть уничтожен. Составим НАТО. Все понял, начинаем атаку. Ух ты! Уху! Обалдеть! Это веселье! Шутер «Анонат-6-1» бежит на дороге бронетехнику противника. Обалдеть! Вот это не сорока! Это не сорока! Круто! РПГ! РПГ! Так, пропустили мы. Приближается ракета. Ага, тут можно приближать, в принципе. Интересно, она перегревается или здесь не как в Call of Duty? Или как в этом, в Battlefield 3? Отлично! Отлично! Так, отлично, хорошо. Все отлично получается. Шутер первый на мосту значительнее силы противника. Только мост интересно. Обалдеть! 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 Получите! Эта пушка не перебивается! Эта пушка не перебивается! Уху! Обалдеть! Да, детка! Хотел бы я знать, кто поддерживает этих ублюдков. Номад 6.1, сними РПГ на крышах. 6.2, продолжаем движение. Черт, сколько их много здесь. Да, эта пушка реально крутая вещь. Приближается ракета, боже мой. Реально очень сложно, но они, в принципе, баланс правильный сделали. И как-то более-менее это... Можно играть, хотя иногда не видишь их, где кто стоит с противников, потому что полная каша. Веду технику противника. Опа-на! Я в шоке, а! Вы это видели, а? Обалдеть! Что, все? Готово! Вроде готов, да? Отлично, заделали мы их. Задали мы им тут жару. Ха, мне, знаете, напоминает фильм «Неудержимый» и первая часть. Номады, держите сектор как следует, подавляйте огнем и не давайте высунуться. Вижу цель, сближаюсь. РПГ справа. Ах-ха-ха! Ого, деть! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Смотрите, а? Вот это мы их жарим. Смотрите, смотрите, наш вертолет! Надо его прикрыть. Так, 6-2 Доложите ситуацию Отпустите, гай себе, сколько вас здесь Готово Фига себе, здесь жара Ух, Апачи, вы видели? На помощь пришел Ракетами их сразу удавил Стрелок, видишь, Ми-24 Сними вертолет Ми-24, наш вертолет Советский О боже мой, что здесь происходит Да, детка Фу, не дали ему взлететь Готово Ух, Ми-24, вертушка серьезная Если она в воздух поднимется Апачам не сдобровать Я вам сразу скажу Конечно, Апачи крутые вертолеты Ми-24 Даже, причем, при устаревшей базе Она нереально крутая Вот это мы здесь Аж жарим их Ух ты Готово, да? Фу, склад у них там вообще Склад боеприпасов уничтожен Отлично, господа РПГ на крыше, черт Сколько же их там Номад 6-1 У нас есть движение Долбите по базе Додолбим Обалдеть Мы видели, сколько Апачи и шутер 1-7 Наземное сопротивление Подавлено Расслабьтесь Не стрелять Зона зачищена Номады-6163 Облет периметра И убедить, что никто не прячется Среди зданий Понял вас Поняла? Ну что ж Сейчас мы будем совершать Облет среди зданий В принципе Хорошо повеселились Вертушку нашу Сохранили Видите, да? Она хоть и Ух, что это? Что это? А это Ice Combat Assault Horizon Фу Это нереально крутая игра Ребят Это просто Это просто фантастика Огневая мощь пулемета Зависит от расстояния до цели Да Это фантастика Ну что ж Союзная база Восточная Африка 21-12-015-е Число Полковник, в чем дело? В порядке, все Да ты как будто Черт Просто паршивый Что хотел? Я Рея потерял В звене Назад, назад Проходим, проходим О, черт Вы это видели? Эй Рей, что, мать его? Понятия не Никогда такого взрыва не видел Вертолет в клочья Ты в порядке? Я Да Далеко был Мне даже не задело Пойдете, вызывает Ла Ла Кто такой Ла? Ла вызывает Что-то такое странное В общем Наверняка это генерал Нас вызывают Круто А чтоб в заставке Можно было головой Крутить Это еще не было Да, вроде бы заставка А вроде бы нет А вроде бы игра Привет, Джен Ты кофе принесла? Говорил я тебе, гад Что принесу кофе Не раньше, чем ты Пончики Привет, полковник Майор Как новая птичка? Полный порядок Готовы сделать хоть сейчас Не забывай, что ты больше не бомбардировщик Теперь будешь круги наворачивать Но в кругах ты спец Вот какие наматываешь за каждой дубкой А, да Моим людям не нужна помощь американцев, генерал Мы с вами справимся с мятежниками Сопровождение стрелителей, как вы помните Стандартная процедура, генерал Политика НАТО Мы русские, господин генерал Не НАТОвцы Майор Иллич Майор Иллич Да, генерал Поднимай эскадрилью в воздух Есть Спасибо за вчерашнее, полковник Проблема мое Может еще как-нибудь выпьем? Оставляйте, если бы время Нет, 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 нет Вся Россия не хватит водки для вас Капитан Гудьярес Полковник, да, генерал Самолеты противника проявляют повышенную активность Нам понадобится все, что вы их тактическая группа 108 можете предложить Мы добыли информацию об этом новом оружии С которым столкнулись вертушки Как можно быстрее доведите ее до вашей Ну, в общем, до вашего полка И вот она карта Боже мой, боже мой, интересно, где будет происходить действие Египет, Либия Ну, в общем, вся карта Саудовская Аравия А что здесь только нету Ну что ж, я так понимаю, что нам теперь дается возможность выбрать вертушку Или это будет самолет Конечно же, мы это сделаем Выберем только в следующей части Потому что эта часть нереально огромная получилась Я даже не смог сделать паузу Не смог Во-первых, первую часть мы учились Вторая у нас была такая вот экшена Экшен прям вот полнейший Но тем не менее, тут все на русском написано Игрушка великолепная Несмотря на то, что на клавиатуре очень трудно играть, ребят Не то, что очень трудно Привыкаешь постепенно Но, честно говоря, немножко несуразно Прям вот такой вот какой-то не аркадный, да? Симулятор самолетов, как раньше было А из комбат Он был ближе к аркаде А вот такой прям вот симулятор Реалистичный Как флайт-симулятор когда-то выходил Когда на клавиатуре запустить самолет Это нужно было, я не знаю, нажать целую клавишу Комбинации на клавиатуре Сначала А, потом Б Потом отодвинуть закрылки Потом выпустить шасси Потом запустить двигатель И так далее и подобное Вот, например, это такое же Но, в принципе, играть чем можно Вы сами все видели Мы с вами поиграли И это было круто С вами был Коньков Никита Канал НК Подписывайтесь на канал Комментируйте И, как говорится Не бывает плохих игр Бывают криворукие разработчики Это я уже удостоверен За свой жизненный опыт В игрушках, в играх И могу вам сказать, что Ребят, много хорошего не бывает Привыкайте к маленьким сериям Должно Чтобы вам хотелось Увидеть следующую серию Это для вас бонус Большая, огромная серия Так что Можете растягивать удовольствие На несколько вечеров Всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин